Девчули, всем огромный-огромный приветик и кто случайно попал на этот ролик. И наконец-то, спустя 4 недели ко мне пришла клиентка, точнее даже постоянный гость моего канала. Мастер, работающий с волосами, поэтому длина для нее не проблема. Очень любит длинные ногти, но также благополучно любит их ломать. Естественно, мы это все починим, исправим, что-то приподнимем. Хотя в прошлый раз мы делали приподнятие, и в прошлый раз на ютубе у меня как раз таки не было ролика с этими ногтями. На эти ногти у меня всегда уходит плюс полчаса, так как у нас раз в три коррекции идет приподнятие клеющих ноготочков. Также бывают сломы, бывают трещины, даже сильные трещины. Сегодня мы ничего поднимать не будем, просто укрепим. Немножечко, конечно, я подпилю торец и приподниму кончик, но все это без дополнительной выкладки. Включила я аппарат где-то на 20-25 тысяч оборотов. Фреза у меня керамика. Насечка здесь была колечком, поэтому я его сняла. Колечко было голубого цвета. Фрезой я снимаю, наверное, процентов 20-30 материал именно с этими ноготочками, так как много мне надо было бы отслойок. Я бы снимала полностью материал и делала, скорее всего, акрилатик. Но, говорю, раз в три коррекции мы полностью меняем материал и делаем приподнятии клеющих ноготочков. Ногти родные очень арочные, плюс сильно подклевывают при отрастании. Мизинец мы будем наращивать, поэтому мне необходимо убрать полностью свободный край. Клиентка призналась, что там появилась трещина и благополучно она его сняла. Сняла, конечно, не очень осторожно, как мы видим по ноготочку, но все равно ноготь цел, не вредим, поэтому будем восстанавливать его. Убираю остатки прошлого материала мягкой стороной пилочкой. Также и другие ноготочки точно так же начинаю зашлифовывать, разравнивая старый материал. Но форму я решила подпилить уже после выкладки геля. Ногти длинные и если я сразу буду наносить, точнее делать опилы, после чего наносить гель, у нас форма может потеряться, особенно вот эта острота. Чтобы покрытие наше держалось хорошо, не было от слоек и птеригий никуда не попал, мне необходимо сделать маникюр. А перед маникюром я приподнимаю пушером кутикулу. Опять же всю налипшую кожу и птеригий под кутикулой я не загоняю. Обратной стороной пушером лопаточкой можно также перед фрезой вычистить птеригий. Ну и соответственно после обработки фрезой я беру свои кусачки от Silver Star и перехожу к аккуратному тоненькому срезу. Стараюсь это сделать единой полосочкой. Лезвие, кстати, у меня не маленькое, а на 9 мм. Кстати говоря, я давно не пользуюсь кусачками, которые там 3-4 мм, так как пяточкой кусачек можно, так скажем, ущипнуть кожу. Обезжириваю ноготочки, наношу бескислотный праймер и, конечно же, классическую эластичную базу. Ну как я делала наращивание, показываю вам уже не в первый раз. Формы у меня недорогие, обычные, которые не выпирают от точек фроста, отлично закрепляются и подставляются. Ну все, переходим, в принципе, к подложке. Мне достаточно будет вот такой капельки прозрачного геля. Можно взять, конечно, камуфлирующий, но я не всегда работаю с камуфляжем на подложке, так как он может не просохнуть. Ну а кто меня смотрит несколько лет, тот помнит даже, что я замешивала прозрачку с камуфлирующим гелем. Делаю будущий ноготочек, отправляю в лампу где-то на 15 секунд и открываю уже камуфлирующий гель. У нас сегодня будет от Patrice Nail. Тем временем 15 секунд прошло и я зажимаю в точках фроста. Арочные ногти я не делаю, я просто зажимаю, чтобы ноготочек у нас все-таки имел какую-то, даже не арочку, а изгиб. Ну и, собственно, переходим к камуфлирующему гелю, к нашему архитектурному, так скажем, слою. Сначала наношу тонкий промазывающий слой, он послужит растеканием последующим. И беру каплю побольше и начинаю гонять эту капельку сверху вниз. Можно слева направо, как я говорю в каждом видео, это не принципиально. Все мастера вообще работают по-разному и нету совершенно одинаковых техник. Тут я понимаю, что материала мне было недостаточно, поэтому беру вторую капельку. Все-таки ноготь очень длинный. Стараюсь это делать все максимально быстро. Мне хватает, кстати, сделать два ноготка. Естественно, мизинчик успевает за это время чуть-чуть потечь, но я перед тем, как засунуть ручку клиента в лампу, обязательно переворачиваю и довыравниваю материал уже вверх ногами, так скажем. При такой технике, конечно, я немножечко расслабляюсь, так как знаю, что пилить-то я буду уже после выкладки. Но, тем не менее, мне все-таки важна ровность высоты ноготка, так как там я уже пилить особо не буду. Гель сохнет около минуты в лампе. В общем, пока я делаю одну ручку, другая у меня находится в лампе на постоянной основе. Точно такой же промазывающий тоненький слой. Далее сразу беру капельку побольше и ставлю ее в центре возле кутикулы. И, конечно, с такими ногтями лучше работать либо гелем, либо акрилатиком. База здесь выдержит, конечно, но она выдержит буквально максимум полторы-две недели. Далее где-нибудь будет трещина. Нажимаю на капельку и подгоняю материал ближе к кутикуле. Смотрите, что у меня возле кутикулы вообще минимальное количество материала, чтобы там не было никакого грубого перехода. Все, выкладку сделали, поэтому переходим к опилу. И, естественно, я всегда начинаю с того ноготочка, который у нас был сломан. Конечно, нарощенные ноготки всегда отличаются от натуральных, потому что они более ровные. И даже вот, если подумать, я не могу их сделать такими же. Немножко клюющими, так как это испортит нашу архитектуру, и ноготочек просто треснет где-нибудь в стрессовой зоне. Гель пилится очень быстро. Это видео я, кстати, вообще не ускоряла. Переходим уже к родным ноготкам. Подпиливаю боковые параллели и также обращаю внимание на нижние параллели, чтобы у нас была четкость от точки вроста до торца, до кончика торца нашего. И заостряю. У нас заостренный миндаль. Ну, никак не стилит, конечно же. Не знаю почему, но вот такая форма лично у моих клиентов прям вот в топе в этом году. Далее мой самый любимый гель-лак, точнее вот из плотности, да, вот черный. Это мистик номер два. Я вам уже не первый раз его советую. Наношу его в один слой, а далее прокрашиваю под кутикулу. Второй слой 100% не требуется. Дизайн у нас сегодня будет с пигментами, поэтому, чтобы пигменты не налипли на липкий слой гель-лака, обязательно перекрываю финишем без липкого слоя. Моим пигментам уже, наверное, лет 6-7. Самый ходовой это желтый, и он уже сотни раз перекуплен. Естественно, чтобы у нас была максимальная яркость, нам понадобится белый гель-лак. Наношу его вот такими разводами, и чтобы придать эффект такой небольшой дымке, я смачиваю кисточку в спирте, либо в обезжиривателе, вообще без разницы, и начинаю размулевывать. Я не знаю, как правильно объяснить. Спирт достаточно быстро высыхает на ноготочке, оставляя при этом вот такие вот разводы именно гель-лака. Если же я бы сделала разводы с базой, то пигмент налип, конечно же, на базу, и у нас бы получилась бы грязная работа. Ну и также тут я немножечко, конечно, тоже со спиртом переборщила, потому что я заранее не тренировала этот дизайн, а примерно все экспериментирую сразу на клиентах. Точнее, мне клиент приносит дизайн, говорит, Тань, давай попробуем. Ну и я сжимаю зубы, все равно это делаю. В принципе, мне даже самой это интересно. Да и думаю, вам тоже. Потому что любые эксперименты я сразу записываю на видео и делюсь плюсами-минусами с вами. С этим дизайном у меня вообще не возникло никаких проблем. И тут, внимание, отправляем сушиться в лампу секунд на 25. Да, гель-лак полностью еще не застыл, но уже схватился, поэтому аккуратненько я на него наношу пигмент. Просто про пигменты было очень много вопросов, поэтому тут я детально решила рассказать о них. Нанесла три пигмента и также отправляю на просушку в лампу, чтобы наш гель-лак схватился с пигментом. С втирками я, кстати, делаю точно так же. И уже после просушки я мягенькой щеточкой убираю лишний пигмент. Этот ноготочек был экспериментальным, и переходим уже к следующему. Да, ногти у нас будут полностью радужными в этот раз. Ну и заметьте, на втором ноготочке у меня уже движения более такие уверенные, так как я знаю, как делать этот дизайн. Беру спирт и также начинаю разгонять наш гель-лак. Конечно, не очень удобно. Я кисточку взяла тоненькую, и у меня спирт, можно сказать, не очень набирался. Делаю это со спиртом, повторюсь, не с базой. Можно было, конечно, сделать больше дымки, но нам и такой эффект, в принципе, понравился. Ну и, в принципе, все. Нанесла везде пигмент, убрала лишний также пигмент с пальчиков. Возле боковых валиков лучше пройтись спиртиком или обезжиривателем уже после топа, чтобы не задеть. Топ я наношу без липкости. Он у меня жиденький, но можно взять раббер какой-нибудь. Топ без разницы. Ну, я предпочитаю все-таки без липкости. Ну и все, ноготочки мы делали около двух часов. Спасибо всем огромное за просмотр. Всех люблю. Всем пока-пока.